всем привет начинаю новый объект сейчас вам покажу состояние до моей работы почему ко мне вообще обратился клиент на данный момент вот у него по цоколю есть такая проблема отваливается штукатурка но эта штукатурка она как не клиент сказал она не подходит для циколей фасадов вообще для наружной отделки она какая-то силиконовая он сам уговорил рабочих ему сделать эту штукатурку на свой страх и риск и вот как бы где-то год-два максимум и все у него вот так вот по фасаду по цоколю примерно везде вот такая проблема то есть она отрезкается и отваливается я решил вам показать весь процесс от начала до конца грубо говоря от демонтажа и до того как я уже наношу штукатурку как я режу как придавить рельеф крашу и тому подобное что уж мы продолжаем о»,-нор wet of the engine приступаем к гантару шарик метод друзья товарищи у меня уже настал следующий день вчера я почистил полностью весь цоколь сегодня буду набивать сетку но прежде чем набить сетку не нужно заделать то что я вчера отколотил вот здесь как вы видите цоколь нормально здесь у него основание стоит а вот здесь вот в этих местах у меня получилось то что я отбил здесь плохо держался держалась основание его снял потому что дальнейшем из-за этого штукатурка декоративная может подвескаться вместе другом там подальше прежде чем начать набивать сетку и дальнейшем штукатурить и нас сначала это все заделать как заделать я купил пескобетон m300 можно взять клей для утеплителя из пенополистирола потому что здесь утеплитель и на нем уже потом два сантиметра штукатурки я в магазинах у нас не нашел почему-то клей для пенополистирола поэтому я купил пескобетон м300 и сейчас вам скажу небольшой лайфхак как сделать так чтобы пескобетон был более липким чтобы он хорошо прилип к утеплителю из пенополистирола и дальнейшем не отвалился ну и плюс сцепился с тем основанием которые сейчас есть потому что здесь как вы видите большая трещина и нужно чтобы он хорошо сцепился с ней предварительно конечно это все загрунтую а для того чтобы пескобетон потому что сам по себе он не обладает достаточной липкостью я делаю как я беру пескобетон и добавляю в него клей ПВА это старинный дедовский метод чтобы сделать раствор более липким чтобы он лучше прилипал и в дальнейшем он еще станет более прочным за счет того что клей ПВА он делается из из смолы поэтому когда застывает такой бетон он становится еще более прочным и раствор или бетон без разницы он становится более прочным ну и плюс клей ПВА делает раствор более пластичным мне здесь в принципе заделать не так уж много поэтому я возьму немного пескобетона и добавлю в него клей ПВА по пропорциям даже не знаю как вам сказать вот у меня мешок 25 килограмм пескобетона 300 стоит марка 300 не путайте есть М100 М150 М200 в основном магазинах такие продаются есть М300 М300 это более прочный пескобетон смесь получается более прочная чем М100 или М200 я в своей работе всегда использую марку пескобетона М300 чтобы в дальнейшем стукатурка была более прочной и не так была подвержена трещина чтобы она не трескалась чтобы она была более устойчива к трещинам вот грубо говоря на такой мешок 25 килограмм у меня я купил вот такой небольшой 900 грамм клей ПВА по сути разница большой нет какой клей покупать какой марки потому что клей ПВА у них у всех одинаковая основа это акрил стироловая дисперсия они есть российские и зарубежные но в принципе между ними особо большой сильной разницы нет вот поэтому может любой вообще самый дешевый даже покупать он будет нормально работать вместе со смесью и я немножко отвлекся вот на такой большой мешок 25 килограмм в принципе если его полностью например замешивать то будет достаточно где-то примерно 200 грамм клея ПВА поэтому его много добавлять не нужно его будет достаточно таких небольших количеств на такой мешок можно даже чуть поменьше добавить я добавлю для начала грамм 100 может 150 потом посмотрю просто консистенции если что добавлю смотреть консистенцию надо чтобы визуально пескобетон выглядел таким вязким соответственно как бы как вы если сами так будете замешивать вязкость сначала замешивайте просто на воде и замешивайте не слишком жидко и чтобы он такой был густой очень потому что клей ПВА он как пластификатор он даже в небольших количествах разжижает смесь если вы ее замешаете жидко и добавите клей ПВА то у вас вообще он будет очень очень жидкий пескобетон получится поэтому делайте его прям густым густым потом добавлять клей ПВА и там уже дальше смотреть консистенции чтобы вам было удобно с ним работать так друзья вот я замешал смесь обещал вам показать ассистенцию так видно не видно вот показываю вот обратите внимание смесь у меня не жидкая видно вам или нет в общем у меня смесь не жидкая но она пластичная такая видите она как бы рассыпается но в то же время наклейка достаточно такая получилась у меня как желе видите немножко вот если вы замешаете пескобетон без клей ПВА он у вас получится таким рассыпчатым в таком состоянии не слишком жидко а здесь смесь получилась такая как желе в общем и плюс еще липкая соответственно сейчас я загрунтую эти трещины чтобы их обеспылить и потом уже заделаю их этим раствором показывать наверное тоже не буду просто покажу вам готовый результат и потом уже в принципе мне кажется даже результата смысл какой показывать просто буду покажу вам как я набиваю сетку вот и все как я это делаю и объясню почему я это так делаю потому что у многих могут возникнуть вопросы как и обещал показываю как я закрепляю сетку вот таким образом идет у меня сетка по всей поверхности а закрепляю очень просто ее вот такими дюбель хомутами такими хомутами пользуются электрики чтобы кабеля к стене крепить они отлично подходят для крепления сетки держится вообще хорошо прям то есть может быть кто там подумать что это же пластик он сломается там еще что туда там его выдернет его не выдернешь короче она очень хорошо сидит очень хорошо держится плюс она дает сетки ход немножко чтобы штукатурка попадала под сетку и сетка оказывалась в теле самой штукатурки и таким образом армировала ее вот так вот я иду и штукатурю мой штукатурю закрепляю сетку отличный способ некоторые пытаются дюбелями крепить гнуть загибать дюбеля и тому подобное это вообще абсолютно не нужно вот такой классный способ полностью все закрепляется отлично и отлично держится покажу вам еще один такой небольшой лайфхак может быть иногда бывает такое что например этот дюбель забит ниже а этот чуть выше и таким образом сетка изгибается в этом месте и вот она начинает так топорщится от стены отходить это не очень хорошо потому что когда я буду штукатурить а потом здесь например если у меня пойдет шов то у меня получается шов здесь не получится он прется в сетку и здесь шов нормальный не получится чтобы она вот так не топорщилась я беру и вот так подгибаю таким образом она натягивается и перестает топорщится вот все так что если будете делать сами и у вас такое возникнет будете знать что делать так же можно и в этом месте тоже взять и подогнуть ее вот так и она натягивается на прочность это вообще никак не влияет хуже от этого точно не станет вот таким образом сетка натянулась можно избежать таких пузырей сегодня у меня уже четвертый день обещал вам показать как я готовлю смесь для декоративной штукатурки как я вот уже подготовил тут сетку набил скотч налепил на кирпич чтобы здесь ничего не замарать штукатуркой так как я готовлю смесь вот у меня здесь есть 300 марки пескобетон так вот м300 пескобетон м300 марка по сути не особо важна главное чтобы м300 был бетон вот у меня 20 литровое ведро воды примерно столько я туда воды налил и использую вот такой пластификатор c mix c stone для кладки для кладочных работ и кирпича вот продается в леруа мерлен в других магазинах не знаю продается или нет в интернете точно продается в принципе можете использовать какой-нибудь любой другой главное чтобы он был для растворов для бетона для раствора чтобы он делал смесь пластичной также я использую фибру полипропиленовую вот у меня фибра 18 миллиметров можно 12 меньше не надо от 12 до 18 миллиметров она такая как вам сказать она это полипропиленовые волокна они делают смесь более устойчивую к трещинам то есть когда я замешиваю раствор я добавляю полипропиленовую фибру она распределяется по всему бетону во время замешивания и смесь становится более прочной устойчивой к трещинам и так вот на такое ведро 20-литровое я добавляю вот такие три крышечки вот этого пластификатора этого достаточно замешиваю сразу два мешка вот такой у меня большой казик по-моему он 50-литровый ну то есть сюда два мешка смеси легко помещается по 25 килограмм даже по 30 килограмм сюда два мешка легко помещается так начиная с пластификатора то есть беру крышечку здесь у меня пластификатор он у меня почти все зиму стоял надо его разрешать отлично раз два три добавил вот руки мыльные становятся как будто бы когда добавил обязательно его перемешиваю в воде так для того чтобы замешать смесь так сейчас я вам буду показывать я наливаю примерно половину ведра так дальше сразу же беру фибру примерно вот в ладошке вот этого вообще достаточно даже более чем кажется немного но на самом деле здесь больше тысячи с лишним волокон даже больше наверное и так распределяю немножко и тоже размешиваю размешиваю для того чтобы комки разбить иначе когда буду замешивать комки могут не разбиться в смеси потому что тут целых два мешка вот и в дальнейшем когда я буду уже наносить штукатурку на стену и начну отрезать в некоторых местах она может остаться пучками и я ее может быть даже получится так что я ее выдерну из смеси вот и в этом месте он полностью и все равно не выдернешь и там будет такой пучок фибры в принципе ничего страшного как бы в этом нет просто ее надо будет обжечь из газового баллончика там чем-нибудь чтобы она оплавилась и потом покрасить но чтобы такого избежать я перемешиваю аккуратно так все я перемешал сейчас буду добавлять смесь сначала добавляю один мешок его перемешиваю у меня получается такая жидкая смесь вот и после этого начинаю добавлять другой постепенно перемешивая и смотрю на консистенцию смеси если нужно добавляю воды в это ничего страшного нет это тоже как бы не по теоретической технологии в теории так делать нельзя ну вот я сколько раз сделал вообще проблем никаких нет ну абсолютно не наблюдая и стоит так это и Продолжение следует... Смесь добавляю в воду Нужно сначала воду налить, потом смесь добавить Для чего это делается, чтобы потом не было непромесов на дне Если сделать наоборот, то получится на дне сухая смесь Ее можно... Ну, может получиться так, что вы ее не промешаете И она там как-то останется, ее потом придется скоблить мастерком В принципе, ничего страшного, но это такой неприятный момент Вот у меня... Вот у меня получается такая вот жидкая смесь В самом начале Я так делаю для того, чтобы, во-первых, не было непромесов на дне Во-вторых, я сейчас перемешиваю, у меня фибра сразу перемешивается И пластификатор Все это замешивается И когда я второй мешок начинаю добавлять То это все перемешивается намного лучше Так, сейчас пока поставлю на паузу Потом покажу вам уже готовую смесь Так, вот я замешал смесь Хочу вам показать, какая у нее консистенция Во-первых, видите, вот миксер у меня спокойно стоит Он не падает Хотя, казалось бы, смесь достаточно жидкая И вот, например, если ее пошевелить, кажется, она как будто жидкая Но на самом деле, вот смотрите Вот я кладу Ее накладываю друг на друга И она не растекается То есть она держит форму Видите? Вот такая смесь должна получиться у вас Можно чуть-чуть погуще Зависит все, конечно, от температуры на улице Если, например, очень жарко, то лучше пожиже ее сделать Если сыр, то чуть-чуть погуще можно сделать Но, в принципе, вот такая смесь должна получиться Она получается как пластилин почти такая Липкая И она хорошо прилипнет к фасаду А я пойду пока обработаю грунтом Цоколь А то забыл Записываю вам здесь видео А сам не до конца подготовку сделал Сейчас я вам покажу, как наносить смесь По крайней мере, как это делаю я Для начала, что нужно сделать? Нужно... Ну вот... Лепешку оставил Для начала Надо нанести первый слой Такой контактный Прям хорошенечко смесь Втереть Чтобы она прошла через сетку И оказалась в теле сетки Тогда сетка будет в теле бетона В теле самой штукатурки И, соответственно, будет давать прочность Видно то, что я хорошенечко прям втер ее сюда Особенно По верху надо хорошо прям проходить И по низу Иначе Верх будет отходить немножко В него может вода попасть Чтоб такого не произошло Вверху надо пропасть очень даже хорошо Все Теперь можно носить уже сам основной слой декоративный Который я буду декорировать Примерно 2 см Не обязательно прям выравнивать в ноль Чтобы это прям ровно-ровно было Штукатурка все равно это рельефная Поэтому так прям выравнять не нужно ее Как видите, штукатурка вроде бы жидкая Но в то же время она не стекает А не стекает за счет того, что в ней есть пластификатор Здесь со мной Штукатурка Эду Режим Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, вот сейчас я вам покажу, как я делаю рельеф. У меня есть вот такой вот валик фактурный. Я вам потом как-нибудь покажу, как я его делаю, как вы можете сами такое сделать. Здесь у меня white spirit, это штукатурка, как всем видно. White spirit нужно для того, чтобы штукатурка не прилипла к валику. White spirit он такой жирноватый, немножко вот я валик им промакиваю. С одной стороны, конечно, можно в пульверизатор white spirit налить и брызгать прямо на штукатурку. И все, вот этим вальком я прокатываю поверхность штукатурки. Так, мы видим, штукатурка еще свежая. Так, надо не забывать прокатывать валик, а то штукатурка будет к нему прилипать. Прокатываем и заодно даже немножко подравниваем штукатурку, получается. Хотя, даже подравнив, в принципе, ее вообще не обязательно. Угол, аккуратно. Угол, вообще, когда штукатурка свежая, это вообще очень, как сказать, такое слабое место, пока еще не высохла штукатурка. Хотя, даже, в принципе, на готовой штукатурке тоже достаточно слабое место. Поэтому углы нужно делать очень тщательно. Так, валик. Хорошенько пропитываю. И прокатываю всю поверхность штукатурки. Вот смотрите, здесь, например, остается немножко такие наплывы. Вот такие, да? Это можно оставить. Это будет, как рельеф, тоже интересно смотреться. Здесь вот я уже немножко откатал. Клиент меня попросил показать, я ему показал, откатал немножко. Стараемся не пропускать. Можно даже вот так краем пройтись, как бы такую небольшую трещинку провести. Я два мешка замешал, их нанес на стену и уже сразу прокатываю валиком. Но если у вас, например, жарко, будет солнце светить, у меня солнце не светит. А если солнце будет светить, то может получиться так, что вам надо будет немножечко побыстрее все это сделать. Потому что солнце сушит штукатурку, верхний слой, а внутри она остается немножко жидковатой. Вот. И получится так, что вы верхний слой можете содрать, а нижний будет вообще от стены отходить. Поэтому аккуратно надо все это делать. Я вам запишу отдельное видео, как я делаю такие ролики. Ой, валики. Я не знаю, вам видно или нет, но штукатурка еще такая достаточно подвижная. То есть она еще не застыла, но уже немножко твердоватая. Как вы видите, штукатурка, которую я прокатываю, она не выровнена. То есть она имеет вот такую поверхность и в этом ничего страшного вообще нет. Так вот. Так вот. Субтитры сделал DimaTorzok Обещал вам показать, как я режу швы Я всегда по-разному делаю Но вот конкретно в этом случае, например, я делаю нарезку ровно так и вот так Камни, как будто такие пиленные камни По сути, тут как бы все просто Прикладываю уровень И шпателем аккуратно сначала намечаю Так вот я наметил линию Потом прорезаю И немножко отгибаю Нужно, чтобы раствор был не сухой Ну, то есть поверхность штукатурки не сухая Иначе крошиться будет Так, вот здесь Иди повыше Немножко в эти стороны Наискосок делаю Вот и получается Вот такой швовчик И потом дальнейшем, когда я еще здесь Дополнительно декорирую камень Я его подчищаю Так, сейчас у нас следующий Еще покажу Тоже как Делаю Так, наверное, лучше на другую сторону Чтоб вам виднее было Так Так, так, так Ага, вот Все настроил Так Обязательно выдерживаю угол 90 градусов Чтоб было все ровненько, красненько Так, вот сначала, опять же Намечаю линии И Так, здесь Делаю горизонтальное Так Сильно не прижимаю Уровень Чтоб на штукатурке следов не оставить Все, нарезал Уровень в сторону Здесь немножко Следы подровнял И пошел Шоб расширять Этот расширю Так Поближе Камеру Подведу Чтоб вам виднее было Прям засовываю шпатель И видите Вот расширяю шов Вот такой шовчик у меня получается Аккуратный Не слишком толстый Не слишком тонкий Вот такой красивый шов А потом здесь По краю Подрезаю Немножко камень Чтобы Он был на разных уровнях То есть, например, здесь глубже А здесь, наоборот, выпирает И тогда создается трехмерный эффект Что этот камень Как бы Немножко Сюда выдается А этот немножко вдавлен Как будто бы Ну, как бы И рельеф Как будто у него такой Потому что Если так все оставить Получится просто Как бы Ну, просто нарезка Вот Я делаю Немножко посложнее Как сказать Сейчас вот вам Покажу Как я До этого тоже Резал Так Вот у меня Уже здесь нарезаны Вот этот камеш Камешки Вот я нарезал Здесь Свежие Вот Вот так Потихоньку нарезаю И на разных уровнях Всегда камни держу То есть Вот, например Здесь Камень раздваивается У меня Вот здесь Как бы Два камня Да То есть Тут вот Чуть повыше А там дальше Вот здесь Тоже у меня Камни раздваиваются Вот так А этот Чуть пониже Наоборот Шов Делаю Чтобы не было Одинаков На одинаковом уровне Вот А то Что вот По поводу того Что я Подрезаю Камень Вот Например Этот Вот этот Камень Он торчит То есть Вот Например Видите Видите Он торчит По отношению К этому Камню Вот он у меня По всей плоскости Так торчит И Когда Сверху На него Смотришь Создается Трехмерный Эффект Но сейчас Конечно Не очень Видно Вот здесь Тоже Например Вот здесь У меня Этот камень Вот Вот так Если посмотреть Не очень Ну Как бы Не сразу Заметно Что вот Этот камень Например Выпуклый А этот Вот здесь Видите Например Не сходится У меня Здесь Я вот В этом месте Этот камень Углублял Поэтому Он у меня В глубине А этот Наоборот Торчит Чуть Чуть Вот Здесь То же Самое Здесь В глубине А этот Торчит Здесь Наоборот У меня Камень Нависает Вот этот Верхний Над Нижним То есть Видите Вот как он Нависает Так будто бы И так вот Все камни Я делаю Вот Я уже прошел Всю стену Еще За углом Тоже Сделал Но там еще Пока нарезки Нет Вот Такая красота Чуть позже Покажу Как я Подрезаю Камни И Делаю Рисунок Ну как бы Рельеф На нем Чтобы остался Этот рельеф Потому что Здесь видно Вот что есть Рельеф Да На камне Я его прокатывал Что вот такой Вот он шуршавый Был Покажу Как я это делаю Так вот Смотрите Как у меня Камешек Получился Вообще Прям как Настоящий Он еще Снизу Даже Вот У него Здесь Такой Скол Появился И он Здесь Немножко Так видите Подломан И с этой стороны Если посмотреть Вот здесь Он тоже Видите Трещина Он неровный Получился Такой Интересный Рельеф Так я Вот Обрабатываю Все камешки Тем самым Добиваюсь Такой Натуральности Так сказать Вот я Потихоньку Все нарезал Камни Можно делать Неровные Можно Два Например Вот раз И два Камень Следующий Вот этот Они Оба Просто Вертикальные Потом Вот еще Третий Идет Такой же С ними Рядом А эти Вот Эти Два Раздвоены То есть Это можно Вообще Комбинировать Как душе Угодно Главное Чтобы Смотрелось Натурально Хочу вам Показать Как я Делаю Рисунок И рельеф На камне Как Этот рельеф Я создаю Вы уже видели Я валиком Прокатываю Как-нибудь Даже запишу Видео Как я вообще Такие валики Делаю Откуда их беру На самом деле Это вообще Не трудно Даже в интернете Как бы есть Ролики Я чисто В интернете Научился Все это делать Так Вот у меня Есть Камешек Рельеф У него есть Все Ну что мне Ну в первую очередь Нужно сделать Мне нужно Убрать лишнее Снизу И сверху Как видите Обязательно Наклеиваю Скотч И скотч Нужно Нужно Убирать Я вот каждый день Клею И каждый день Его убираю Ну я клею Столько Сколько мне нужно Сколько я Ну хочу Объема сделать Примерно Клею Если чуть больше Клею Например Да Скотч То я его Убираю Потом Потому что На солнце Если этот скотч Больше Двух Трех дней Побудет То потом Когда вы Будете убирать Если будете Сами Все это делать У вас Могут Слега Остаться От клея От скотча Поэтому Скотч Надо убирать Лишний Можно Например Его Наклеить Сколько То Ну Какой Например Там Полоску Метров Десять Например Да Там И Потом Когда Вы будете Делать Если вам Не хватит Вы можете Еще приклеить Сколько вам Надо И опять Продолжить Я Я Скотч Клею И на Основание То есть Это брусчатка И на стену Обязательно На брусчатку Клею Чтобы потом Ну Когда штукатуришь Все равно Падают Ну Куски штукатурки Так сказать Да Вот То есть Со шпателя Раз Там Упал И все Потом Ну Чтобы убрать И пока Не свежие Эти следы Это надо Железной щеткой С водой Проходиться Это Ну Есть Большой объем Эта работа Такая Достаточно Нелегкая Тяжелая Тоже работает Постоянно Тереть Это все Отмывать Поэтому Я обязательно Клею скотч И сюда Я подкладываю Какую-нибудь Картонку Или у меня Вот есть Кусок Крагиса Вот И на нем Только уже Штукатурю То есть У меня Крагис Заходит На часть Скотча И у меня Если Шлепает Ну Падает Да Там Или на Крагис Или Вот На скотч И у меня Таким образом Брушак Поставится Чистая Так Рельеф Вот у меня Как я уже Говорил Я делаю Камни Так Чтобы Они Например Этот был Как бы Сюда Выдвинут А этот Как будто Был Вдавлен Наоборот То есть Ну В глубине Находится Сначала Я Убираю Немного Штукатурки Как Лишнее Можно Просто Местами Сделать И Тоже Будет Интересно Смотреть Как будто Он Неровный А Сейчас Он Уже Получается Внутри Этот Выдается Сюда Вот Этих Камни А Этот Внутри Как Был Получается Так У меня Мастихин Я Уже Про Него Говорил В Любом Художественном Магазине Можно Купить Они Вообще Абсолютно Разных Размеров Форм Тоже Бывает Так Вот Здесь Тоже Немножко На Камень Захожу Убираю Иногда Даже Просто Рельеф Делаю Чтобы Не Было Как будто Просто Так Срезано И Вот Я Делаю Вот На Камнях Иногда Бывают Такие Расселены Трещинки Там Да Вот То есть Я Такими Хаотичными Движениями Создаю Такие Трещинки Можно Как Быть Так Немножко Подтыкать Чуть Чуть Но Это Надо Делать Не Прям По Свежей Штукатур Тогда Она Чуть Чуть Подсохла Ну То есть Опытным путем Если Сами Будете Делать Вы Научитесь Поймете Когда Ну Когда Это Все Надо Делать То есть Вот Я Сделал Такую Расселинку Все И У меня Получается Что Здесь Рельеф Есть А Где Я Сейчас Точил Рельеф Нет Так Вот Чтобы Мне Опять Вернуть Вот Эту Фактуру Я Беру Железную Щетку Я Показывал И Простукиваю Щеткой Эти места Насколько Сильно Бить щеткой Тоже Зависит От Штукатурки Насколько Она Твердая Вот Чуть Посильнее Стучу И Внизу Аккуратненько Вот Так Тоже Подбиваю И Вот Самым Кончиком Вот Этим Я Обычно Бью Вот Этой Частью Вот Этой Частью А Вот Этим Кончиком Я Немножко Поглубже Бью И Чуть Выдираю Штукатурку И Вот В этом Месте Тоже Может Быть Сразу У вас Конечно Прям Как Не Получится Аккуратно Но Все Приходится Обстанно Как Говорит Во всем Нужна Сноровка Закалка Тренировка И Вот Внизу Ну Этот Вот Так Тяжело Подлезть Я Бью Немножко Вот Так Краешком Аккуратненько И Вот Эту Расселину Тоже Чуть Чуть Отбиваю Чтобы Тут Тоже Был Немножко Такой Как Был Плавный Переход Чтобы Не Резко Как Будто Там Раз Ну Сам Нарезал Да Там А Вот Аккуратненько Так Подбил И Все У Меня Везде Орлевчик Остался И Потом То Что Отбил Кисточкой Прошелся Можно Щеточку Вот Мягкую Можно Чуть Пожестче Там Щеточку Но Лучше Помягче Потому Что Если По Свежей Штукатурке Вы Может Ну Может Получиться Так Что Вы Просто Размажете Штукатурку И Вот Все Что Лишнее Сразу Подточил И Еще Я Делаю Такие Надломы Иногда Чтобы Как будто Камень Был Чуть Чуть Надломанный Там Тоже Классно Смотрится Достаточно Натурально Можно Прям Внутрь Расковырять Вот У меня Получился Такой Скол На Камне Очень Очень Натурально Даже Получилось И Можно Еще Вот Вот Так Краешик Здесь У Одного Камушка Подточить Как будто Он Тоже Чуть Чуть Сколот Все Вот Таким Образом У меня Камушки Чуть Чуть Неровные Края У них Прям Как У Натуральных Вот Таким Образом Я Создаю Рельеф Сейчас Вам Поближе Покажу Вот Такой Рельеф У меня Получился На Камушке Вот Видите Он Немножко Внутри У Меня Этот Камень Выдается Вперед А этот У меня Внутри И Вот Пожалуйста Когда Буду Красить Все Это Закрасится То есть Разница Вот Как Сейчас Такой Не Будет Что Вот Это Такая Беловата А Это Серая Такая Вот Этой Разницы Уже Виде Не Будет И Расселено Смотрите Тоже Какая Получилась Классная Как Будто На Самом Деле Просто Временем Там Как То Ее Размыло Раскололо Немножко Все Вот Если Кто Будет Делать Сам Пользуйтесь Как Скать Мастер Класс Для Вас Записал А Я Пошел Работать Дальше В Других Видео Дальше Я Вам Покажу Как Я Крашу Обещал Вам Показать Как Я Крашу Я Нанес Основной Цвет Это Такой Вот Немного Фиолетовый Он Еще Не Покрыт Пропиткой Поэтому Он Кажется Таким Фиолетовым В Дальнейшем Он Будет Более Темнее Когда Я Покрашу Видите Когда Пропиткой Покрою Сейчас Я Нанес Основной Цвет Полностью Вот Эту Сторону Я Одну Сторону Уже Сделал И Сейчас Буду Добавлять Темные Пятна Для Оттенка Чтобы Чтобы Камень Не Был Одного Цвета Затем Дальнейшем 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 Стояние Дальнейшем делаю я это с помощью такого краскопульта но можно делать и губкой я губкой делать не буду потому что есть краскополь а губкой можно делать таким образом просто берете черный колер разводите его один к одному с водой можно чуть даже побольше воды даже где-то один полутора хотя бы ну если у вас нет опыта один полутора разведите чтобы не переборщить с темными пятнами потому что после пропитки они становятся еще темнее вот и просто мочите губку вот в этом растворе да там колера с водой и аккуратненько просто ну вот так некоторых местах простукиваете губкой на прижимаете немножко прокрашиваете чуть-чуть главное чтобы не было таких вот не не там мазков просто вот пришлепываете тихонечко аккуратненько так у вас появляется темное пятнышко в разных местах делаете и все я показывать не буду потому что я уже один раз так делал и полностью черный становится потом тяжело отмывать поэтому я буду с помощью краскопульта делать сейчас вам покажу я это делаю с помощью краскопульта под настрою объектив чтобы вам было виднее если будет шуметь не обращать внимание внимание потому что по-другому сожалению никак так вот выставляю на самый минимум чтобы тоже не переборщить и включаю краскопульт сейчас покажу вам как я наношу пятнышки нормально как раз как раз в детстве Вот сейчас видно, что у меня в некоторых местах побольше попало черного, а в некоторых местах не так сильно. Это сделано специально, потому что, ну, если, например, брать камень в природе, он не бывает там чисто черный, там прожилки у него какие-то. Да, она, если черный прожилка, то там где-то есть, она посветлее, потемнее и тому подобное. Поэтому некоторые места я более сильно прокрашиваю черным, вот, а некоторые не так сильно. И хотя вроде бы, ну, вот здесь, например, не так темно, ну, не такое темное пятно получилось, можно чуть-чуть добавить сюда цвета. Но в дальнейшем, когда я покрою пропиткой, оно станет еще темнее. Поэтому с этим тоже надо быть аккуратнее и учитывать то, что после пропитки цвет становится темнее, ярче. Поэтому лучше, как говорится, вот именно в этом моменте не добрщить, чем переборщить. Потому что добавить цвета всегда можно. Так, а я продолжаю. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас будем творить волшебство. Буду выделять, буду выделять фактуру. Покажу вам, как я выделяю фактуру. Так, метод называется метод полусухой кисти. Я беру доску, потому что она хорошо китывает краску. У меня уже заранее подготовленная такая немножко бежевая краска, но она такая желтоватая чуть-чуть. И я на ней подсушиваю кисть. То есть кисть должна быть такая почти сухая. И вот так, такими движениями, начинаю выделять фактуру камня. И так вот потихоньку, видите, появляется на нем березность такая. Таким образом я подчеркиваю фактуру камня. Кисть должна быть сухая, чтобы не получилось так, чтобы просто намазали здесь кистью. Вот она потихоньку, видите, проявляется. Где-то в некоторых местах можно чуть посильнее добавить. Так, вот тут я подкрашиваю камушек. Видно? На сюда. Так, это камень делал, вот вам видно. Все. Можно начинать следующий. Потихоньку, помаленьку, не спеша. Такая ювелирная работа достаточно. Набираем цвет. Причем поначалу его, может быть, не видно. Потом, когда краска подсыхает, она начинает проявляться. Можно не по всей поверхности камни наносить. Можно только в отдельных местах. Особенно рекомендую вот края немножко проходить, чтобы выделить границу камня. Чтобы один камень, а другого... Ну, видно, что они гранились между собой. Вот таким образом набираем цвет. Покурку выделяем у камушек. Вот, проявляется. Вот. Таким образом создается такая красота. А потом закрепляем лаком. Она немного его... Не лаком, а пропиткой. Пропитка ее немного матирует, сглаживает. То есть она не будет уже такая прям белесая. Она станет менее заметной. Но ее все равно будет видно. Таким образом проходим все камушки. Вот у меня кисть вообще все полностью... Причем беру я совсем чуть-чуть. Видите? На кисточку. Потому что этого достаточно. Сейчас я его вот здесь размазываю. И подсушиваю кисть. Мараю, как сказать. Все. Вот у меня кисть набрала краски. Начинаю аккуратненько проходить по камушку. Если поначалу вы проходите, и цвет не видно, то не спешите побольше его нанести, втереть. Потому что он проявляется не сразу. Вот как видите, у меня я наношу. Его сначала не видно, а потом краска эта начинает проявляться. Вот таким образом подчеркиваем рельеф самого камня. Заодно, если где-то от бетона какие-то крошки остались, которые вы не смогли убрать сразу, там не заметили, может быть. Заодно эти крошечки тоже отсюда сметаются. Вот такая ювелирная работа. Достаточно муторная. Ну и интересная. Тут, конечно, нужна усидчивость. В этом деле спешить, конечно, здесь нельзя. Сейчас покажу вам, как камень меняет цвет после нанесения лака. Будет гудеть. Поэтому не обращайте внимания. Поехали. 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 обратите внимание каким был камень тусклым как он поменял цвет после того как я нанес не лак, а пропитку и плюс как она затонировала вот эти вот белые вот эти высылы которые я наносил их сейчас почти не видно но когда она еще высохнет они еще чуть проявятся и уже будут не такими явными вот но все равно их будет видно вот таким образом я добиваюсь чтобы фактуру камня можно было не только руками пощупать и увидеть а я пошел дальше пропитку покрывать поближе сейчас покажу вот пожалуйста это пропитка не покрытый то есть не полностью покрыт и вот покрытый вот такая красота получается я пошел дальше покрывать теперь завершающий этап берем герметик полиуретановый гибридный герметик клей-герметик не просто герметик а клей-герметик гибридный полиуретановый и начинаю заделывать швы и берем туалетную бумажку на туалетную бумажку будем смазывать убирать с пальца герметик и не удивляйтесь что я пальцем делаю потому что здесь только пальцем короче вот так и герметик нужно наносить небольшими порциями то есть грубо говоря два-три метра там прошел и сразу надо его убирать потому что вот этот данный герметик он через где-то 2-5 минут уже начинает покрываться пленкой и чтобы потом его не тянуть не пытаться не растягивать нужно проходить небольшие расстояния и под и сразу вот погнали и Продолжение следует... Продолжение следует... Чтобы не испортить сам камень, не испачкать герметик. Да, еще раз повторюсь, это не просто герметик, это клей-герметик. Он очень хорошо прилипает, склеивает поверхность и делает ее водонепроницаемой. Слишком толстую линию выносить не нужно, потому что шов не глубокий. И он, как видите, даже я тонкую линию нанес, и все равно у меня есть небольшой испыток. Вот такой у нас получается красивый шов. Все. Продолжаем дальше. В принципе, я думаю, на этом все. Как бы вот, пожалуйста, получается такой шов красивый. В данном случае я использую черный герметик. Обычно я беру прозрачный, но, видимо, из-за санкций, ту фирму, которую я покупал, прозрачный герметик я не нашел, не продается. Поэтому использую черный, он сюда неплохо подходит. Вот. Ну, на этом, в принципе, мой мастер-класс закончен. Потом я вам покажу готовую, весь готовый объект. Вот, обещал вам показать готовый объект. Все доделал. Вот такой вот цоколь получился класснейский. Ну, вот, с угла вам покажу. Тут, конечно, светит солнце. Но вот обратите внимание, видите, как все аккуратненько прям, все подогнано. Герметик везде, чтобы водичка, которая стекает, нигде не протекала и тому подобное. Вот такая здесь вся красота. Вот где гараж, въезд, тоже все аккуратненько сделано. Все подогнано. В этом и есть преимущество арт-бетона, печатного бетона, декоративного бетона. Его по-разному называют. Что везде все можно подогнать и все сделать красиво. Вот. Такая красота. Ну, все. На этом буду прощаться. А вы смотрите и завидуйте моему клиенту. А если что, звоните. Сделаю вам. И вам буду завидовать.